Господин Юнус, кто для Украины лучше с точки зрения президентства в Соединенных Штатах? Трамп или Харрис? Не, ну если мы исходим просто в ситуацию, которую сегодня, и из тех заявлений, которые они делают, однозначно, конечно, демократы. И не от того, что это Харрис или кто-то будет на ее место. Потому что политика Харриса, она не будет сильно отличаться от политики Байдена. Она даже кадры свои поменяет, все остальные. То есть и Блинкина уберет, и Остинова уберет, и Салливана уберет. Своих назначат, которые в ее команде. В ее команде по этим направлениям, чтобы вы знали, в команде вице-президента всегда так было. Есть именно эти, потому что вот эти все, которые Блинкин, Салливан, они все были в аппарате у вице-президента Байдена, когда он был вице-президентом. И поэтому они оттуда после этого пришли. Точно так они у нее все есть. Один, кстати, ваш однофамилийся. Так что можете сыграть на этом тоже. Господин Гордон. Если она выиграет, он займет место Сальто, да, помощника Бон Сальто. Другое дело, эта политика будет продолжаться. Это будет политика продолжаться. Если придет Трамп, однозначно, судя по тому, что мы сегодня услышали у Боба Вудфорда в книге, то, что там написано, а Боб Вудфорд все-таки не желтая пресса. Это редкие случаи американской журналистики, который случайно оказался в этой тематике в 73-м году. Как вы помните, это когда был у Тургейских скандал, даже знаменитый фильм сняли, «Вся президентская рация» в 76-м году. Если помните, Алана Полла, когда вы знаете, там играл мой любимый актер Роберт Редфорд. Вот как раз Роберт Редфорд играл его, Боба Вудфорда, а там Дастин Хоффман, да, Дастин Хоффман играл Карла Берстайна. Вот это все, это как раз-таки было тогда, и он тогда стал знаменитым. И после этого, после этого он просто занялся президентскими биографиями. И все то, что он делал после этого, все стремились с ним поговорить. И он говорил не только с президентом, он в первую очередь говорил с их командами, со всеми, да. И он с ними говорил под запись. Не так просто, вот ты сказал, и все, а он завтра пошел, объявил, а завтра откажется. Нет, такого нет. У него все под запись. И все то, что он, значит, написал в книге, значит, у него есть документальное подтверждение. Никто на него в суд не подаст. Тот же вот, например, сегодня, да, они говорят, он написал там ахинею. Если он написал ахинею, подайте на него в суд. Подайте на него в суд, скажите, что вот там, например, он не звонил Путину, он не отправлял туда, так сказать, тесты на COVID. Подайте в суд и скажите, что он вот честь и достоинство там, и потребуйте от него там какие-то многомиллионные иски. Не делают же это. Они говорят, это все неправда. Ну, это же Америка, вы же можете пойти в суд и доказать. Я понимаю, что здесь это, на самом деле, это имеет под собой место. Тот же, как Милли называл его фашистом. Понимаете? А он, Милли, он сам назначал этого начальника, генерала Милли, объединенного комитета штабов, назначал сам Дональд Трамп. Он же его называет фашистом. Понимаете, когда многое из того, что мы там видим. А потом, когда смотрю, я вот сейчас на президентскую кампанию. Посмотрите, за Камалу Харрис и Барак Обама вписался, и Билл Клинтон писался. То есть и все бывшие вписались от малого до великого. А здесь ни Джордж Бурш не вписывается, ни один вице-президент не вписывается, все последние, за последние там, из живущих, да, там, 4 или 5. Никто из них не вписывается. А даже один из них, Дик Ченни со своей дочкой, открыто стали на эту сторону. Более того, ни один из бывших членов команды того же Трампа, даже Никки Хейли не вписывается. То есть она вот вышла на съезде, выступила, поддержала, все, и она больше не принимает участие в этой предвозглубленной кампании. Потому что эта партия стала вождической партией. И они, многие из них, которые его боятся, например, да, я имею в виду конгрессмены и сенаторы, которые сегодня избираются, они его не любят, но они молчают. Потому что если они выступят против в том или ином штате, они не пройдут, они проиграют. Поэтому это палка о двух концах. Это может помочь победить, но это создаст проблемы в том же конгрессе. И учитывая вот такой расклад, я думаю, что каденция даже Трампа, если он снова придет к власти, она будет ничем сильно отличаться, не будет от предыдущей каденции. Из-за чего его в аппарате уже таких людей, как, например, Джон Болден и ему подобных, которые не смотрят ему в рот, мы не увидим. Мы там увидим вокруг одних Джейджи Венсов на всех должностях. На всех должностях. Я даже недавно слышал генерала Бена Ходжерса, который сказал прям так, открытым текстом, сказал, если Тональд Трамп станет президентом страны, он снимет с руководящих постов всех генералов, всех командующих, всех министров, всех замминистров, всех командующих фронтами, всех флотами, то есть всех родов войск, всех от мала до велика, и поставит только тех, которые будут лояльно к нему относиться. То есть это представляет себе, какую-то он перетрубацию будет отделать. Это говорю не я, это говорит генерал-лейтенант Бен Ходжерс, который все-таки был командующим войсками США в Европе, и он понимает, как здесь все устроено. А Боб Вудфорд – это тоже не случайный человек, и если этот человек именно во время предъявления, он не просто подстроил эту книжку именно к этому времени, значит, у него тоже какая-то цель. А, кстати, этот Боб Вудфорд – он республиканец, он не демократ, он именно республиканец, понимаете, он официально зарегистрированный республиканец. И вот такого типа республиканец выпускает такую книгу. Поэтому просто когда мы смотрим, например, если мы говорим о том, что консолидация как партии, если это системно, демократы консолидировали не более. У них это работает больше, потому что у них нет вот этого вождизма. Даже при Байдене этого вождизма нет у них. А тут вождизм появился. До этого вождизма тоже у них не было. Даже во время Рейгана вождизма как такового не было. Это была классическая консервативная партия. И вот в общем половина этой партии такая же осталась. Просто они сегодня все оказались заложниками вот этого вождизма, этого фактора Трампа. И поэтому они играют, сегодня имитируют единство этой партии. В то время как единства в самой этой партии нет. Им просто нужно сегодня победить. Ну, достаточно это для победы или нет. Трудно сегодня сказать. Мне кажется или нет, скажите, что у вас по отношению к позиции Украины в этой войне появился изрядный пессимизм? Нет, нет. У меня к позиции украины претензий вообще никаких нет. Мне нравится, как ведет себя президент Зеленский. Жестко. Его внешняя политика мне это нравится. Я не об этом. Я о том, что у вас, мне кажется, сквозят нотки пессимизма относительно будущего этой войны со стороны Украины. Это уже другая постановка вопроса. Так сказать, я изнутри как чувствую Украину. Со стороны Украины я этого пессимизма не чувствую. Я и в первую очередь со стороны военно-политического руководства. Решительность, я это чувствую, и она с первого дня войны по сегодняшний день она есть. И только именно она обеспечивает тот уровень поддержки, который сегодня Украина имеет. У меня пессимизма как такового тоже нет. Я просто, ну знаете, всегда я повторяю эту фразу. Эксперт – это врач. Он не должен выдавать желаемое за действительность. Он должен просто говорить вот эту экспертизу. Не потому что понравится нам Дмитрию Гордону. Четко ставить диагноз. Вот я стараюсь, как я это вижу. Я тоже человек. Человеку свойственно ошибаться. Ну, видит Бог. Я за это время, что я с вами вот эти годы в эфире бываю, вот, и я пока что не выдавал желаемое за действительность. И я вот сегодня, это не пессимизм, это просто наоборот. Или осторожный оптимизм, потому что если я говорю осторожный оптимизм, вот смотри, я скажу, до конца года, до конца года будет усиление. Будет усиление однозначно. И оно будет в первую очередь усиление на поле боя. Потому что, и даже может быть в эти 21 день, потому что им нужен конкретный успех. Этого успеха нет на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке нет этого успеха. Потому что вот на Ближнем Востоке, даже сегодня Блинкин вместе с Остином выступили с предупреждением Бениамину на Таньяху. И он вынужден был сделать заявление, что мы не будем бить по ядерным объектам того же Ирана. А Израиль не сможет это сделать без участия США. Потому что F-35 не долетит. Долететь-то долетят. Обратно не вернутся на базу, не хватит горючего. А это горючее. Есть только у Боингов, дозаправочных. И они 4 Боинга уже прилетели в Израиль. Но опять же, чтобы они дозаправляли, чтобы они все это делали, нужно разрешение непосредственно верховного главного командующего США. Отдаст он это разрешение или не даст это разрешение, это зависит от того, как они договорятся. А нынешняя администрация не хочет эскалации. Натаньяху работает на Трампа. Ему нужна эта эскалация, чтобы не было успеха на Ближнем Востоке, чтобы они не могли сыграть на Ближнем Востоке. И у Байдена нынешение получается на Ближнем Востоке. Значит, нужно сделать что-то на российско-украинском фронте. И вот на российско-украинском фронте все ждут. Да, Байден не сделает никаких исторических поступков, потому что он 80 лет никогда это не делал, и из них 50 лет большой политики он никогда не делал. Он все время дует, прежде чем отпить глоток воды или чай. Это уже человек сформировавшийся. Но другое дело, он прагматик, он понимает, что сегодня нужно сделать что-то такое, чтобы продать электорату, а вот этим неопределившимся. Значит, какой-то хороший поступок нужно сделать. Потому что не поехал ты на Рамштайн, потому что здесь ураган был, ну, это, допустим, это нормально. Но это не перевесит ничего. В этих штатах это не сработает. Но если ты сделаешь что-то такое, что реально покажет решительность, и это как будто бы Камал Харрис сможет взять как флаг и повторить, сказать, что я вот это буду повторять, я это продолжу делать, я это как-то отразится вот на этих неопределившихся штатах, они сегодня работают именно на этих неопределившихся штатах. Они больше ни на что не работают, понимаете? Они зациклены именно на это. Если сегодня кто-то там из политтехнологов просчитает, что сегодня вот это решение важно, они это решение однозначно примут. Однозначно примут. И это не от того, что любят они Украину, любят они Израиль или что-нибудь другое. Потому что на кону только именно это кресло президента США. Все силы брошены сегодня на это. А вот после этого они уже будут расчищать завалы, которые накопились в результате этой президентской кампании.